Безрамочный iPad, официальная смерть, мобильные винды и порно-смартфон. Поехали! Привет, обитатели интернета и мобильных сетей! Вы смотрите Дроэдер Шоу, с вами Борис Сведенский и Валерий Истишев, а сейчас, как всегда, самые интересные из мира гаджетов интернета и технологий за неделю. Поехали! Под дождем, в Нью-Йорке, что может быть лучше? Пока мы ждем выхода iPhone X, в интернетах бродят слухи про безрамочный iPad. Источник слива якобы с завода Foxconn, где производят гаджеты Apple. По его словам, в следующем году может быть выпущен планшет в дизайне iPhone X и якобы с Touch ID, спрятанным в дисплей. Хотя Face ID, конечно, более вероятно. И еще более вероятно то, что такого iPad не будет. С одной стороны, ни LG, ни Samsung девайсов подобными дисплеями не показывали, и вообще-то не факт, что их серийное производство вообще возможно в текущий момент. А если и возможно, то неясно, в какую копеечку обойдется. С другой стороны, даже если такая технология уже имеется, непонятно, зачем уступать первенству Apple, а не сделать девайсы самим. Зато другая утечка более вероятна. Речь об увеличенной версии iPhone X Plus. Диагональ экрана может составить 6,4 дюйма, и это даже больше, чем у Note 8, у которого 6,3 дюйма. Выглядеть будет как десятка, только побольше. Анонс может состояться в 2018 году. И если это произойдет, что весьма может быть, то скорее осенью все-таки Apple сперва нужно собрать реакцию людей на весьма радикальный iPhone X, а потом же что-то новое выпускать. В любом случае, мы будем держать вас в курсе. Подписывайтесь на Android и не пропускайте свежие выпуски и новые ролики. Вы, конечно, уже в курсе, но напомню, Google на прошедшей неделе представил новые смартфоны Google Pixel 2 и еще кучу всего. Девять штук разных девайсов. Два смартфона. Это Pixel 2 и Pixel 2 XS с почти безрамочным экраном. Девайсы получили обновленный Pixel Launcher на Android 8, а еще прокачанную камеру. Она одинарная, но все равно умеет делать фото в портретном режиме даже на фронталку. При помощи машинного обучения и матрицы с технологией Dual Pixel. А еще новые смартфоны влагостойкие и без джека для наушников. Черт. Младшая версия стоит от 650 долларов, ну а XL от 850. Но что же еще подвез Google? Новый ноутбук Pixelbook называется, работает на Chrome OS. Внутри Intel i5 или i7. Снаружи трансформер с фирменным пиксельным дизайном. А стоит будет от 1000 долларов. Многовато, конечно. К нему прилагается стилус Pixelbook Pen еще за сотню. В общем, тут удачи, Google. Раз смартфоны воинственно настроены к проводным наушникам, Google решил сделать собственные беспроводные. Называются Pixel Bud. Соединены, правда, шнурком друг с другом. Есть кейс, с которым обещают до 24 часов автономной работы. А еще они умеют переводить с других языков на лету. В общем, будто бы очень годные уши. Подождите, а как же насчет гаджетов для зажравшихся калифорнийских домовладельцев? Не волнуйтесь, их тоже есть. Семейство умных колонок дополнилось Google Home Mini и Google Home Max. Первая компактный вариант для кухни или спальной. Вторая со стереодинамики для большой гостиной. Google Ассистент, естественно, в комплекте. Еще показали камеру-лайфлогер Google Clips, которая снимает рандомные штуки из вашей жизни, выбирая их по разумению искусственного интеллекта. А самый унылый анонс — это обновленный шлем для VR, да и DreamView. У него ткань, что ли, и цвет поменялись. И, естественно, у нас на канале есть подробное видео про все это безобразие. Обязательно посмотрите. Итого, два смартфона, две колонки, наушники, ноут со стилусом, камера и шлем. Девять гаджетов от Google, и все они плюс-минус любопытные. Но ситуация все равно двоякая. Продукты вроде как есть. С другой стороны, магазины, поставки, дистрибуции — всем этим тоже надо заниматься. И один искусственный интеллект тут не поможет. Так что Google учись. Ну все, теперь можно официально. Будущее наступило, ибо представлен порно-смартфон. И нет, это не iPhone X. Производитель порно-фильмов компания Brothers выложила ролик, но нет, не такой, как вы подумали, а посвященный смартфону Brothers Peach, то есть персик. В нем есть датчик DigPrint и функция отключения назойливых уведомлений. В корпус встроенное виброкольцо Samsung, учись. Также есть защита от брызг. Не могу это читать. Предустановлен персональный ассистент ZZ, по легенде, бывший водопроводчик или раздавщик пиццы. А главная фишка — голографический дисплей, чтобы смотреть видео из любого положения. Короче, идеальный гаджет, есть у него только одна проблема — его не существует. И не будет существовать, это всего лишь пародия. Но я бы на месте голодных стартаперов по всему миру срочно брал бы идеи и пилил компанию на кикстартере под лозунгом «Нафапаем на смартфон». Для фаппания. Друзья, всему хорошему рано или поздно приходит конец. А всему посредственному, так и по данным. Так вот, Windows 10 Mobile по ходу официально того. Вице-президент Microsoft Джо Бельфиоре, возглавлявший мобильное подразделение, заявил в Твиттере, что выпуск новых версий и фишек для Windows 10 Mobile не планируется. Он ответил, что, безусловно, компания все еще выпускает багфиксы и заплатки по безопасности для существующих пользователей, но свежака не ждите. Также он подтвердил, что компания очень активно инвестировала в платформу, платила разработчикам, даже делала приложения за них, но это не привело к успеху. Сам Бельфиоре, как и Билл Гейтс, пользуется смартфонами на Андроиде, интересно какими. С одной стороны, казалось бы, да, туда мобильные винде и дорога, и это правда. С другой стороны, заметный игрок с рынка уходит, теперь уж официально, и это значит, что конкуренции станет меньше, а это всегда для пользователя не есть хорошо. Рисыл в этот раз сразу начать с самого крутого гаджета на сегодня, ну, конечно, после пикселя, о котором Боря уже рассказал. Знакомьтесь, друзья, это Кубо, умная подушка из Японии, и это что-то невероятное, у нее есть хвост. Но это не главная подушка, с хвостом наверняка обычное дело, особенно для Японии. Специалисты из компании UK Engineering, разработавшей этот гаджет, утверждают, что он способен успокаивать владельца и даже иногда лечить от недугов. Весь секрет в том, что Кубо это эмулятор кота. Она в ответ реагирует, подергивает хвостом и ведет себя кошачьим образом. В общем, котики лечат, даже искусственные. На самом деле, я несколько раз пересматривал ролик об этой котоподушке и просто не мог остановиться. Только японцы могли придумать что-то подобное. Они великолепны. Все остальные гаджеты, о которых я сейчас расскажу, конечно, с трудом могут посостязаться с предыдущим, но что вы скажете о мотике, который невозможно уронить? По-моему, в шоу я уже рассказывал о концепте самобалансирующегося мотоцикла Honda Riding Assist, который был показан в начале года на CES. Так вот, японская компания продолжает работать в этом направлении и планирует привести на тайкийское автошоу полностью рабочий прототип электрического мотоцикла-неваляшку Honda Riding Assist E. И, похоже, он будет уже близок к версии, которая выйдет на рынок. Равновесие байк сохраняет не за счет встроенных гироскопов. Точные датчики отслеживают, когда он отклоняется в какую-то из сторон, и затем положение выправляется рулем. Кроме самобалансирования, мотоцикл еще может передвигаться без водителя. То есть почти как в сказке свистнул три раза, позвал платва, и стальной конь уже тут как тут. Сел и поехал. А сейчас расскажу о смарт-часах, которые питаются энергией солнышка. И да, я по-прежнему жду часов, которые не нужно будет заряжать раз в день или два. Часы называются Lunar, и сам проект на Kickstarter на момент записи уже собрал около 200 тысяч долларов, хотя просили всего 50 тысяч. В чем основная фишка? Как уже сказал, это зарядка от солнечной энергии. Подобное часто используется в кварцевых часах, но тут еще и умные фичи. Во-первых, это, конечно, шагомер, мониторинг сна, будильник, возможно, даже умный, смена часовых поясов и поддержка нескольких, а также уведомления. Правда, экранчику у часов нет, поэтому те же шаги будут видны только на смартфоне. А что касается опомещений и нескольких часовых поясов, для их отображения используются светодиоды, расположенные вокруг циферблата. По-моему, интересное решение получилось, но да, это не совсем умные часы, а скорее полуумные. Но цена адекватная 138 долларов по предзаказу, потом будет дороже. А теперь моя любимая рубрика «Новая жизнь» или «Как превратить старое барахло во что-то полезное». На самом деле, насчет слова «барахло» я погорячился. Я большой фанат старья, в том числе потихоньку собираю раритетные фотоаппараты. Так вот, гаджет «Айнбэк» с кикстартера, по утверждению создателей, может превратить любой пленочный аппарат на 35 мм, будь это «Зенит», «Старый Никон», «Древняя Минолта», в цифровой. То есть, по сути, это цифровой задник с MOS-матрицей на 16 мегапикселей от Panasonic'а и электронная начинка, мозгом которой является чип Raspberry Pi Zero. С этой штукой камера не только превращается в цифровую, но еще и приобретает сенсорный экран, Wi-Fi и, главное, возможность съемки видео. Да, модуль слегка громоздкий, но, по-моему, это дорогого стоит, снимать видеоролики на старую пленочную камеру. Цена по предзаказу 126 евро за комплект. Всем пока и спасибо большое, что досмотрели до конца этот ролик. Ну, а если вы еще не с нами, подписывайтесь на наш канал. Ну, а с вами были, как всегда, Валерий Истышев и Борис Леденский. Ждем вас в наших пабликах представительства в других социальных сетях. Это Facebook, Instagram, Вконтакте, Telegram, Twitter. В общем, все ссылки есть в описании. Подписывайтесь, там все же апдейты, фотографии и актуальные новости. Спасибо, что посмотрели видос. Лайк поставьте, если вам было интересно. и понравилось, отправьте друзьям. Пусть они тоже будут в курсе. И до встречи в будущем. Мокрый дождь. Мокродождь. Я все мокрее и мокрее. Под конец записи буду совсем мокрым. Защита от брызг. Это че? Какой?